всех приветствую на своем прямом эфире я всех рада видеть слышать все кто будет смотреть записи эфир совершенно не запланированы но в нем я хочу ответить на очень частый вопрос каким образом можно себя очень быстро перезагрузить скажем так вырвать из состояния которое нам не нравится которое нам не импонирует на это если какая-либо волшебная таблетка волшебная палочка чтобы могло нас вернуть состояние целостности чтобы нас могло вновь собрать реконструировать но очень быстро да как мы можем самостоятельно себе помогать я сейчас только буквально минут десять назад завершила проводить практику для своих учеников у нас сегодня была ананда йога и решила что пора уже всем до озвучить и дать эту волшебную таблетку волшебная таблетка под названием работа с нашим дыханием ничего так быстро не может нас до видоизменить и сменить фокус внимания с любой эмоции перевести на состояние тишины и спокойствия чем то что да чем мы сами обладаем используя тот инструмент который доступен каждому из нас так вот пранаяма покажу вам технику покажу вам две пранаямы которые вы можете освоить самостоятельно по этому видео первая пранаяма это капалабхати капалабхати переводится как сияющий череп для чего она нам нужна мы все подвержены да не то что влиянию но и влиянию в том числе огромного количества мыслительного процесса который происходит у нас зачастую совершенно беспорядочен зачастую если отследить а кто же там говорит вы даже не сможете ответить на этот вопрос потому что очень часто мы можем да особенно если находимся в состоянии осознанности лицезреть и наблюдать что а мысли то даже не нами сотканные созданные а порой да мы просто где-то словили какому-то эгрегору да присоединились и что-то там жужжит непонятное так вот чтобы перезагрузить мы используем практику капалабхати сияющий череп в идеале 108 раз если у вас нет такой возможности выбираете да свои скажем так свой ритм берите те возможности которые у вас есть потому что я за то чтобы вы были не теоретиками а практиками да потому что я тот человек который любит поговорить есть чем поделиться но я прежде всего практик да на своем личном опыте и да вы можете видоизменять свои состояния менять свое сознание и стремиться к жизни в радости так вот что мы делаем мы кладем вначале любую руку на наш живот и мы будем выполнять центрированные выдохи исключительно в выдохе во время выдоха мы активно подтягиваем мышцы живота к позвоночнику вдох у нас будет происходить произвольным выглядит это следующим образом выдох только через нос давайте посмотрите на меня сбоку до сядьте чтобы вам было удобно выдох при этом мы стремимся чтобы оставалась прославленном состоянии верхняя часть нашего тела и можно еще такой образ держать перед собой словно есть какая-либо невидимая стена с которой бы вы хотели повзаимодействовать своим дыханием словно ее пробить до выстрел такое произвести именно на выдохе потому что если мы будем дышать следующим образом мы не сможем произвести очищение и в пространстве бессознательного наша задача активно направить кислород в мозг до обогатить свой мозг кислородом происходит большая до красивейшая синергия различной полезности о которой поверьте мне вы сможете прочесть увидеть на просторах интернета даже не буду сейчас тратить на это время до всех вижу всем в ответ машу рукой да отправляю вам воздушные поцелуи давайте сделаем несколько циклов самостоятельно до чтобы вы ощутили а как же это верхняя часть максимально неподвижно у нас не должна быть такая история зажимая при этом шею вверх расслаблен акцент только на брюшной полости естественно вы обогатите да наполните всю вашу брюшную полость направите энергию кровь к органам малого таза для желудочно-кишечного тракта просто зебест до капалабхати что важно конечно не желательно выполнять капалабхати на полный желудок вы элементарно не сможете выполнять движение до брюшной полости потому что еще раз повторюсь мы расслабляем животик активный выдох и живот мы приклеиваем к позвоночнику но если вы допустим покушали полчаса назад то все прекрасно капалабхати выполнять можно в отличие допустим от у дианы до работы с животом когда мы втягиваем выполняем любой вакуум там конечно рекомендации за но минимум два часа до после еды вы можете выполнять более уже глубокие серьезные практики так вот как еще вы можете себе помогать первое время удерживаете руку на животе дальше мы выполняем бьян мудру соединяя указательный большой пальчик вместе остальные пальцы прямой вот такое положение которое я зачастую вижу она неверно и неправильно все имеет свое значение мы соединяем пальцы данная мудра помогает сконцентрироваться и как раз уменьшить скажем так вывести вас из внешнего направить свой взор взор во внутреннее если мы посмотрим на тыльную сторону у нас наши до косточки будут на одной линии и мы тыльную сторону ладони кладем свободно спокойно на бедра на свои колени и начинаем производить про себя отчитываем 108 раз или еще раз повторюсь то количество которое вы можете уделить себе здесь и сейчас если это будет 11 раз значит 11 раз считаем про себя глаза держим закрытыми в идеале выполнить дрикши на области аджны чакры на области между бровей что значит дрикши мы концентрируемся на той или иной точке в данной практике на области тем самым мы еще глубже и сильнее себя собираем даруя то самое состояние концентрации внимания на всех своих внутренних процессах и выполняем капала бхати то количество времени которое необходимо и после моя рекомендация сделать нади шатхана сбалансировать свой левый правый энергетический канал и да и пингала чтобы данное видео не было чрезмерно продолжительным не буду объяснять глубинно да за что отвечает каждый канал что мы сделаем два варианта выполнения или указательный средний палец помещаем на область между бровей безымян на безымянный кладем мизинец и закрываем поочередно большой большим пальчиком правую ноздрю безымянным мизинцем левую ноздрю второй вариант мы вкладываем указательный средний палец центр ладони все остальное точно также мизинчик на безымянный палец у кого не получается так выполнить на мудру мы просто оставляем мизинец в свободном таком плавание левая рука в гьян мудре то о чем мы поговорили с вами до давайте сделаем несколько циклов совместно делаем спокойный медленный вдох двумя ноздрями закрываем правую ноздрю спокойный выдох через левую ноздрю медленный вдох через левую ноздрю безымянным мизинцем закрыли левую ноздрю выдох через правую вдох через левую ноздрю спокойный вдох через правую выдох через левую ноздрю вдох через правую выдох через левую ноздрю вдох через правую вдох через правую и сейчас сделаем завершающий цикл выдох через левую ноздрю и понаблюдаете за собой даже выполнив буквально несколько циклов нади шатхана благодарю вам задача удлинять максимально каждый свой вдох и выдох в самостоятельном отслеживании дыхания максимально удлиняем вдох максимально удлиняем выдох что у нас происходит у нас происходит прежде всего балансировка симпатической и парасимпатической нервной системы как только мы успокоим наш левый и правый канал мы обретаем состояние целостности чего я вам желаю состояние внутренней гармонии внутренней радости состояние присутствия не перемалывать не пережевывать свое прошлое которое нас всех всегда одолевает в наших мыслях не убегать своими мыслями в то пространство на самом деле вариативность она просто невероятная она огромная и мы порой считая что только вот так мы хотим и именно это будет нам во благо самоограничиваем себя пространство вариантов находитесь максимально здесь и сейчас это самое трудное но самое важное и ценное что вы можете дать сами себе я вас обнимаю с вами была Анна Лещенко духовное имя Анкара Анткау находитесь в согласии с самим собой буду к вам выходить по отклику вот как например сегодня да я ощутила потребность после практики с вами повзаимодействовать немного буду стараться это делать чаще пока 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 Продолжение следует...